Всем привет, меня зовут Сергей, приветствую вас на канале 11h23. Итак, в данном ролике, данный ролик будет носить такой характер, это мой личный каталог по изготовлению ватрушек, то есть тюбингов, другими словами, вообще всех моделей, которые я делаю. Сейчас у меня собраны три модели тюбинга, они возможны изготавливаться в различных вариантах, это три основные модели. Вот сзади меня находится вон та модель буксировочная, одна ватрушка, это чисто для катания и сборки, и две ватрушки, соответственно, это ватрушки, которые применяются для буксировки любительской, либо коммерческой. Итак, давайте сейчас поговорим, я буду показывать и рассказывать подробно о каждом из этих изделий, я расскажу о том, в какой комплектации они возможны, в какой комплектации они доступны, и, собственно говоря, что нужно для того, чтобы заказать подобные изделия, если вы этого хотите. Итак, давайте начнем с простого. Ватрушка, детская ватрушка для катания и сборки. Вот, показываю ее. Вот, показываю. Вот ватрушка. Она может быть исполнена в разных составах решений. То есть, ватрушка сделана, имеет базовый размер 115 см, вот, сделана на базе 15 камеры. Причем, вот, данная ватрушка конкретно сделана на базе обычной 15 камеры. Камеры имеются в виду от легкового автомобиля. Здесь, в карман, куда вставляется данная камера, он на шнуроке, то есть, вот так вот он зашнурокируется, и таким макаром, в принципе, ребенок, или кто бы то ни было, катается сбор на данной ватрушке. Ватрушка выполняется из материала 600-650 грамм. Обшивается стропой, видите, стропы. Имеет ручку для, соответственно, для того, чтобы ее можно было, ребенка на ней можно было возить. Имеет две ручки, выполненные с разных сторон, в форме стропы и вить, то есть, сделанной по стропе, обшитой ПВХ материалом. Цветовая гамма может быть разная, исходя из того, какие в наличии у меня есть камеры. Имеется в виду ПВХ материалы. То есть, у меня, я не держу. Единственное, что могу сказать, что если вы планируете заказать, допустим, подобную вещь, и у вас требуется какой-то цвет, далеко не факт того, что я смогу это сделать. Потому что я не держу огромный ассортимент цветов. То есть, такого нет. Этого просто физически нет. Невозможно держать, допустим, 4-5 рулонов ради подобных изделий. Допустим, ПВХ ткани. То есть, это просто физически нереально. Итак, но предпочтение здесь учитывается, исходя из того, то есть, если вам нужна подобная вещь, она может, кстати, продаваться как с камерой, так и без камеры. На сегодняшний момент стоимость вот такой ватрушки без камеры, камеру, если вы приобретаете сами, составляет 2200 рублей. То есть, вот это вот на сегодняшний день. Вот это я сделал образец. То есть, как бы он вот чисто сделан для данной демонстрации. Ну, камеру, соответственно, 15-ю камеру вы можете купить самостоятельно, либо, допустим, если у вас есть автомобиль, то вы можете использовать ее свою. То есть, но смысл ватрушки вот такой. Ватрушка не имеет внутреннего каркаса. Значит, поэтому у него есть, соответственно, некоторая неровность по днищу. То есть, это нормальный процесс. То есть, так есть, бывает у всех камерных ватрушек. Оптимальный результат получен при использовании камеры не обычной 15-й, а увеличенной 15-й камеры автомобиля, которые идут на бычок. То есть, вот с ними ватрушка получается чуть больше и выглядит немножко ровнее. Но здесь, вот говорю, я использовал камеры, те, которые есть в наличии. То есть, сейчас, в данный момент, здесь накачана обычная 15-я камера, которая прекрасным образом раскачивается. Ватрушка очень жесткая. То есть, кататься на ней ребенку будет абсолютно комфортно. Как ребенку, так и взрослому. Использована глянцевая ткань. Видите? То есть, глянцевая ткань на днище для улучшения скольжения. Это вот модель ватрушки, которую, в принципе, я делаю. Это обычная, скажем так, обычная ватрушка для катания и сборки. Данная ватрушка вообще ни разу не предназначена для буксировки, зачем бы то ни было. Для того, чтобы, если вам нужно что-то буксировать, соответствующим образом вы должны заказывать ватрушку тюбинг, предназначенный для буксировки. Итак, давайте вот эту модель я сейчас отложу вот сюда вот, немножко вот таким бокалом в сторону. И мы с вами переходим к ватрушкам для буксировки. Так, давайте сейчас немножко поверну камеру, потому что буду показывать сначала вот эту ватрушку. Вот. Вот такую ватрушку, чтобы ее было хорошо видно. Итак, это самый первый прототип ватрушек, который я делал. Они выпускаются уже несколько лет и, в принципе, сделано их достаточно большое количество. Чем принципиально отличается вот данная ватрушка от тех ватрушек, которые я делал раньше? Данная ватрушка имеет автоматический каркас. Вообще, в принципе, сейчас данная ватрушка может быть заказана. То есть, раньше у нее был вклеенный каркас, от вклеенного каркаса я полностью отказался. Сейчас есть всего два варианта. Первый вариант – это автоматически настраиваемый каркас. Это что значит автоматически настраиваемый каркас? Вы распрямили этот каркас внутри ватрушки, накачали до давления 0,5 атмосферы, и она стала вот такой вот ровной, автоматически. Вот показываю. Видите? Вот смотрите. Вот это дно ватрушки. То есть, все абсолютно разровнено. То, что она сейчас вот имеет вот такой цвет, то есть, изначально она была вот практически такого же серого цвета, но она открасилась от камеры. Вот данный каркас, он еще предохраняет окрашивание ватрушек в процессе их эксплуатации. То есть, если взять, допустим, заказывать ее без каркаса, чисто, например, что чисто камера внутри, вот, она будет вот так же, как, допустим, ватрушка для катания и сборки, будет иметь неровную форму, потому что камеры не предназначены для работы вообще в каких-либо изделиях, кроме как колеса. Соответственно, на ватрушке буксировка ведется за центральную стропу. Я отказался полностью от двух-трех римов и всего остального. Сейчас используются все, и ватрушки изготавливаются с одним римом соответствующим образом, который утягивает, непосредственно тянет за саму камеру. То есть, не за ткань ватрушки, а за камеру. То есть, это, в принципе, самое правильное, потому что я проводил летом испытания. Можете посмотреть у меня на канале. В принципе, на канале есть ролики, посвященные непосредственно буксировке ватрушки, то есть, настройке ватрушки для буксировки. Вообще, в принципе, если вы никогда не буксировали, если вы не умеете буксировать, берем мешок с песком, килограмм 50, кладем его на ватрушку и учимся буксировать. Только после того, как вы поймете и въедете в этот процесс, переходите к буксировке людей. В противном случае, вы не будете понимать, что вам требовать от буксируемого, какое положение тела более оптимально для выхода на глиссирующий режим ватрушки при вашем, допустим, транспортном средстве. Будь то снегоход, будь то, допустим, водный транспорт. И вы ничего не поймете. То есть, в принципе, здесь картина будет такая, что буксировка будет идти, вы ее не будете получать, это будет вызывать злость и воздражение. А причина прозаически простая. В том, что вы не настроили свое средство, не научились буксировать. Сначала научиться буксировать. Это всегда. Здесь пришитый, соответственно, пришитый карман, куда вставляется камера, куда вставляется каркас. Он застегивается на мурнир и имеет лифт. Вот если видно здесь, но здесь, наверное, не видно, вот сейчас здесь находится автоматически настраиваемый каркас. Его накачал до давления 0,5 атмосфер и, в принципе, на этом все-таки закончил. То есть, ватрушка сразу приобретет свою форму. Данный каркас можно заказать отдельно, без проблем. Это сменный элемент, он может выходить из строя, его просто в этом случае. Да, заказывайте. Стоит он не очень дорого, порядка 5000 рублей. И, собственно говоря, я вам его изготавливаю под макет, под модель конкретно вашей ватрушки. То есть, какая конкретно у вас ватрушка, какая модель. Потому что ватрушки делаются разных размеров. Дальше что? Здесь имеется система поддерживающих строк. Я ее ставлю. Особой нужды, в принципе, как бы, ну, не совсем понятно, насколько, допустим, они работают, но я их ставлю. То есть, в принципе, как бы, когда я буксировался сам, ну, приятно было иметь под задницей вот эту вот систему. То есть, сидеть удобнее. То есть, более удобная посадка. Ну, и плюс ко всему, она снимает нагрузку у бортов непосредственно самого каркаса ватрушки. Так, что еще про нее сказать? Здесь, как видите, вот еще это вот ватрушка старого образца. Здесь еще имеет место быть непосредственно вот это вот. Раньше я делал вот это в клееные каркасы. От этого процедуры я отказался. Больше в клееных каркасах делаться не будет. Потому что не всегда, то есть, когда люди получают клееный каркас, они часто очень вытягивают его до дури, и у них может не получиться процесс буксировки. Самое главное в нормальной буксировке это нормально накачанная ватрушка, нормально жесткий накачанный борт и, соответствующим образом, максимально жесткое днище. Максимально жесткое и максимально ровное днище. Вот в данной конкретно ватрушке эти проблемы сейчас решены за счет использования внутреннего каркаса. Как еще раз говорю, внутренний каркас можно сказать отдельно. Это никаких проблем. Ватрушка имеет стропные ручки. Видите, вот это две, четыре стропных ручки. Но от этой темы я сейчас тоже откажусь, потому что, в принципе, наверное, это не актуально. Потому что бывает, что буксированный соскакивает руки, то есть, ему неудобно держаться. И вот по просьбам людей, которые занимаются этим вопросом, более грамотно и более часто, ручки стали другой формы. То есть, ручки стали, находиться стали там, где они более удобны и более актуальны. Это я сейчас покажу. И соответствующим образом, что получилось. То есть, можно поставить их столько, сколько вам конкретно надо. Можно поставить две ручки, потому что установка каждой ручки стоит отдельных денег. То есть, вообще, в принципе, все элементы делаются, которые сейчас делаются по ватрушкам, они все рассчитываются отдельно. Если раньше была какая-то общая цена, общей цены больше нет. То есть, есть конкретно задача, под нее делается конкретно просчет, просчет по используемым материалам, по стоимости работы, по стоимости того, какие количество элементов и сколько надо поставить на ватрушку. Все это влияет на цену. Это вот политика, которая у меня была раньше, что, допустим, была вот такая цена, и я по ней делал, независимо от материалов, независимо от формы, от конструкции, от всего остального. От этой практики я ушел полностью. То есть, сейчас делаете конкретно заказывать, вот, допустим, вот это первая модель, вот это вторая модель. Вот заказываете, например, вы хотите первую модель ватрушки, она чисто летняя, чисто летняя. Может использоваться зимой, но это обговаривается отдельно, потому что в этом случае используются либо морозостойкие ткани, либо используются глянцевые ткани какие-либо, плотные, толстые. То есть, максимальный вес ватрушки, максимальный вес ткани вот в данной ватрушке, который возможен, это, соответственно, 650 граммов. Можно поставить, это будет значительное удорожание, 800 граммовую ткань на днище, глянцевую, например, или полуглянец, то есть, для, например, снега. Но на этом все. То есть, здесь вот обычная максимальная плотность ткани по ватрушкам такого типа, это 650 граммов. Обусловлено это тем, что просто ее невозможно сшить, она становится просто не сшитьеспособной, скажем так, потому что она неимоверно тяжелая, неимоверно сложная, получается в своей работе по шитью. Вот. А так, это вот первая модель ватрушки с внутренним каркасом. Как еще раз говорю, при заказе всегда, помимо уточнения ткани, уточнения плотности ткани, количество ручек, соответственно, необходимо проговорить, как его называется, делать вам каркас или не делать. Если делать каркас, ватрушка получится вот такая же ровная. Все. И вы не будете иметь никакой головной боли. То есть, вы поставили, еще раз говорю, распрямили каркас внутри ватрушки, накачали его и все. Никаких настроек не требуется. Все размеры выверены под конкретно заданные параметры, под параметры данной ватрушки. Так что, вот это вот прототип ватрушки номер один. В принципе, такие ручки изготовить тоже можно, по желанию. Но, как бы, я в этом, вот сейчас реально я в этом смысла особого не вижу. Так, и теперь, давайте сейчас сместимся непосредственно к последней версии. Это самая модернизированная, это самая современная в моем понимании и продвинутая версия ватрушки для профессиональной буксировки и катания, профессионального катания сборок. То есть, под профессиональным катанием сборок я подразумеваю контролируемые спуски на нормальных трассах, не в лесу, где можно разогнаться и ухерачиться в дерево или, допустим, сбить какого-нибудь ребенка или какого-то человека. То есть, это когда идет контроль непосредственно всего спуска, всего процесса спуска. Ватрушка обкатана на данном треке, на данном спуске. И вот в этом случае только допустимо катание сборок. Но на данной ватрушке это возможно. Здесь, ну, возможно, но нежелательно. То есть, в принципе, ее можно катать будет при установке более, допустим, толстого днища, более прочного днища, можно использовать для, допустим, катания, например, ну, как бы сказать, за снегоходом, по снегу, обязательно по снегу. По льду данную ватрушку катать нельзя. То есть, по открытому льду вы просто разорвете ткань. То есть, она просто съестся. То есть, этот лед как шкурка, он сожрет просто ткань, вы испортите днища. Все. Или, допустим, беспроблемного катания для воды. Но, как еще раз говорю, не забываем про внутренний каркас. Не забываем его заказывать. Это очень важно и очень нужно. И полезно. По стоимости данной ватрушки складывается и стоимости работы, плюс, соответственно, заложенное количество материалов, цена за каждый элемент будет рассчитываться индивидуально на текущий момент. Итак, давайте перейдем сейчас к самой интересной ватрушке, к самой продвинутой ватрушке, универсальной, которая, в принципе, предназначена для всепогодного, всесезонного использования на базе, точно таким же образом, камеры КАМАЗ. Кстати, можно использовать камеры МАЗ. И даже, вот интересно, вот здесь в данный момент стоит камера от МАЗа. То есть, просто КАМАЗовской камеры я не нашел, и поэтому поставил МАЗовскую камеру. Соответствующим образом, она великолепно встала. Она по размеру такая же, как КАМАЗ. Единственное, у нее чип наклонен сосуд, то есть, его нужно направлять вверх, и необходимо сделать под него закрывашку. И, соответственно, но из плюсов можно уже найти камеру МАЗ с готовым тракторным соском. То есть, они есть камеры МАЗовские, которые комплектуются тракторным соском. Это значительно удешевляет стоимость камеры, потому что вклейка соска на сегодняшний день обходится практически в полторы тысячи рублей. То есть, другими словами, практически доходит до стоимости камеры. То есть, если камера стоит 2, то вот 3,5 рубля, получается камера с клейным соском. Я сам соски не вклеиваю, я это покупаю. Для меня это делают под заказ. Это делается под заказ конкретно. И, собственно говоря, вот здесь поэтому как бы торговых посудок у меня нет. И возможности отторговаться тоже нет. Это просто расходный материал для меня. Итак, переходим к третьей ватрушке. Скажем так, моего модельного ряда. Это, соответственно, самая продвинутая на сегодняшний день, самая продвинутая система ватрушки, которую, в принципе, я делал. То есть, чем она принципиально отличается? Давайте расскажу. Про нее был отдельный ролик, но давайте еще раз я поговорю. Во-первых, она имеет силовой каркас. Силовой каркас прочный, усиленный, который плотно обхватывает камеру по всей плоскости ее. По всей ее широкой плоскости. За счет этого максимально распределяется нагрузка, точнее, по всей плоскости ватрушки. То есть, ее легче буксировать, она легче будет выходить на глиссер. Каркас является несущим. То есть, на нем установлены дополнительные все элементы. Данная ватрушка, поскольку, может быть использована в ряде следующих случаев. То есть, во-первых, как я сказал, профессионального контролируемого катания сбора красс. Это катание на снегу при использовании сменного дна. На нее ставится сменное дно. Можно буксировать ее за мотособакой. Она может быть оборудована при желании палаткой. То есть, будет сделана просто еще вот такая же. Будет приклеен еще дополнительный каркас прошит. Не каркас, точнее, система крепежа, к которой можно будет пристегивать палатку. Если, допустим, данную ватрушку будет использовать рыбак, например, для рыбалки. То есть, внутри, конечно, никаких лунок, ничего делать нельзя. Но не сидеть голой жопой на этом, как его называется, на льду. И использовать ее в качестве текущего спасательного средства будет очень, вероятно, актуально. Итак, помимо этого, ну, как я уже сказал, ватрушка идет, вот, смотрите, показываю ее, проповорачиваю, специально сделал. Вот это вот сменное дно, оно меняется. То есть, если оно пришло в негодность, его можно заменить. В данном случае использована полуха ткань для данного сменного дна. Это очень сильно улучшает ее скольжение. В принципе, может быть использовано полиуретановое дно. То есть, полиуретановое. Вот это вот является бронированием днища. Это сменный элемент. Он крепится, непосредственно, вот, показываю, крепится к основной, усиленной вот этому вот основному блоку усиления. То есть, он к нему пришит. Все швы выполнены исключительно кордой. Вот. И соответствующим образом, то есть, данное дно, если оно вышло из строя, оно прекрасным образом меняется. Может быть использовано летом, может быть использовано зимой, без разницы. То есть, никакой разницы нет, когда, в какой период вы можете данную водушку использовать. Непосредственно нижний шов, поскольку выполнен с тропной машиной, залит клеем полиуретановым. Для того, чтобы минимализировать эффект протекания через шов непосредственно, поскольку здесь шов одинарный прямой, прошито, все еще раз говорю, кордой. Вот такой же кордой, вот такой же строчкой. Вот строчка. То есть, это так шьются стропы. Таким же образом пришита стропа. И вообще, в принципе, вот как посмотрите, то есть, пришиты вообще все элементы. Вот показываю, видите, везде все прошито кордой. То есть, это самая сложная ватрушка, которую я делал в изготовлении. Она может быть разного размера. В принципе, говорю, ее можно использовать для рыбалки. Можно использовать, кстати, вот обе ватрушки можно использовать для летней рыбалки. Если на них поставить, например, дополнительный транец. Это ПВХ-изделие. Его можно укомплектовать чем угодно. Можно поставить транец, маленький моторчик. И будет она прекрасным образом, допустим, передвигаться по какому-то небольшому водоему. И можно, допустим, либо ловить рыбу. Она достаточно устойчивая. Площадь ее большая, видите. И, собственно говоря, может быть очень удачно, удобно, кстати, вот и в этом варианте в том числе. То есть, как вот на такую, так и на такую ватрушку можно поставить крепление съемного транца. То есть, не надо сняли транец, надо поставили. Надели моторчик, электромоторчик, либо, допустим, маленький бензиновый моторчик и спокойно пошли. Пошли на рыбалку. Теоретически на нее можно поставить даже биминетон. То есть, это тоже возможно. Как еще раз говорю, можно разработать для нее систему, палаточную систему, для того, чтобы, допустим, использовать ее на зимней рыбалке. Ну, пришли на мотособак, как я уже рассказывал. Ловить рыбу. И у вас, видели, очень часто, особенно по фиговому льду, люди ходят с санками, с лодками, со всеми делами, для того, чтобы не утонуть. Вот вам спасательное средство в этом случае. То есть, это предназначенное для буксирования и для перемещения по льду или по снегу конкретно средство. Так, дальше что? Дальше что? Ну, про днище я сказал. Днище сменное. При использовании, допустим, в коммерческих условиях логичнее ставить полиуретановое дно. Это значительно, правда, увеличит стоимость ватрушки. Сам полиуретан стоит дорого. Но это улучшит ее срок эксплуатации. Так, дальше. Ручки. Ручки здесь разработаны следующим маркером. То есть, здесь ватрушка имеет приклеенные и пришитые ручки. Имеет шесть ручек. Видите? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Две ручки находятся вот в этом положении. Сделано это для чего? Что когда человек буксируется лицом вперед, что, в принципе, очень не рекомендуется, потому что это опасная буксировка. Допустим, слетел на волне, улетел головой, сломал шею. То есть, это понимаем прекрасно, это опасно. То есть, нужно, чтобы все было максимально безопасно. Но при всем при том, периодично люди буксируют именно таким образом. То есть, это, ну, говорю еще раз, это просто, ну, опасно. И все. То есть, но, поскольку пожелание было, чтобы ручки были короткие, вот короткие ручки. Ручки выполнены из тропы, прошиты, обернуты ПВХ материалом с поролоном внутри 0,5. Вот, то есть, это все вот таким макаром закатано. То есть, ручка жесткая, она хорошо гнется, хорошо лежит в руке. Она короткая, поэтому рука из нее не выскальзывает. То есть, вот у меня рука, допустим, вот я буксируюсь, и я не могу никуда ее сдвинуть. Если вот на этой ручке я могу, рука может улететь вот сюда, то здесь она четко зафиксирована по месту. Это, как еще раз говорю, это сделано по просьбам непосредственно людей, которые занимаются катанием. То есть, такие же ручки есть внизу. Нижние ручки предназначены для чего? Нижние ручки предназначены для того, чтобы можно было сместиться на корму и держаться в этот момент за кормой. То есть, в принципе, вы сместились, если у вас лодка слабая, если вам не получается вытащить буксируемого вместе с ватрушкой на глиссер, по какой-то непонятной причине, либо пассажир очень толстый, можно его чуть-чуть сместить в этом случае, нос поднимется, и лодке будет легче его дернуть. То есть, это проверено, я проверял, это однозначно. Это именно так это и работает. То есть, здесь внутренний карман, так же, как и на предыдущей платформе, единственное, он уже приклеен. То есть, в принципе, на самом деле, в будущем я тоже буду их приклеивать, то есть, независимо от модели ватрушки. Вот. Раскрываем карман. Здесь у нас находится милня. И здесь, соответственно, мы видим точно так же систему, вот эту вот систему непосредственно поддерживающих струк. Данная ватрушка имеет так же, как и вот эта, имеет необслуженный автоматически настраиваемый каркас, может продаваться без него, изготавливаться непосредственно, но я настоятельно рекомендую, он реально нужен. То есть, это реальная вещь. То есть, во-первых, у вас сохранит внешний вид сама ватрушка дольше, и соответствующим образом просто она будет гораздо ровнее. Конечно, есть, могут быть некоторые, потому что каркас делается все равно по размеру больше ватрушки, иначе он ее не сможет натянуть. Каркас раскачивается внутри ватрушки до давления пол-атмосферы, точно так же, как и вот здесь. Но, может, маленькие какие-то неровности, маленькие-то бухарки на форме быть, которые не скажутся вообще ни на каких-то ее свойствах. То есть, самое главное, это за счет дополнительного дна здесь все полностью разравнивается, вот, ну, а здесь она автоматически точно так же все получается. То есть, все в этом случае, то есть, говорю еще раз, я буксирую сам, и поэтому я понимаю, что я говорю. То есть, я понимаю, что я делаю, и, собственно говоря, то есть, я знаю проблемы, с которыми могут столкнуться буксировщики в процессе буксировки, допустим, рейдера. Теперь, в отличие вот от данной ватрушки, вот эта вот ватрушка может использована, изготовлена быть вообще из любых материалов. Имеется в виду из любых материалов по плотности. Технология ее изготовления такова, что я могу сделать ее теоретически даже из 1400-граммовой ткани лодочной. Но это охеренно скажется на ее стоимость. Вообще, по данной технологии, технологию я, видите, откатал, то есть, я давно говорил, что я сделаю такую штуку, я ее сделал. То есть, по данной технологии, я могу сделать ватрушку любого размера. То есть, вот, изготавливаясь, имеется в виду по технологии внутреннего каркаса и, соответственно, под камеру, которая будет, например, задать под задачу и под камеру, которая будет стоять, то есть, которая будет нужна. Так что, вот, собственно, как еще раз говорю, при заказе всегда указывайте модель. То есть, что вы хотите. То есть, вы хотите просто ватрушку для катания с горок, вон, желтое, цветное, которое, допустим, либо вы хотите для буксировки. Они, если вот здесь кататься с горок можно, как еще раз говорю, но опасно кататься с горок, скорость будет высокая и масса будет большая. Это опасно не для, ну, только опасно для катальщика, только в том плане, если он во что-то врежется. Например, в твердые препятствия, типа дерева, забора, либо еще что-то. Но большая опасность, на мой взгляд, это то, что он может кого-то сбить. То есть, такая хероина, если в кого-то врежется, вот здесь может быть нормальная травма. Всегда нужно это учитывать. Вообще, любая буксировка, любое катание, это опасные виды спорта, однозначно, независимо от того, на чем это производится. Это производится либо буксирование, либо еще что-то. То есть, без разницы. При любом раскладе это опасное мероприятие. Поэтому всегда включаем голову и понимаем, что если вы начали буксировать, вы берете ответственность на себя за буксируемую. Вот. И, соответственно, за окружающих. Запрещено, категорически нельзя буксировать за автомобилем, на дорогах общего пользования, либо еще каким-то образом. То есть, только на специально подготовленных площадках, либо полигонах. Вот. Так что вот, вот такой модельный ряд ватрушки я делаю. При заказе что нужно понимать? То есть, вы должны, во-первых, определиться, вы посмотрели все, что я делаю, и определиться, что вам надо. То есть, допустим, есть для вас значение, например, что каркас ровный, нету значения, что каркас ровный. Нужен он вам или нет, потому что он стоит отдельных денег. То есть, какую плотность материала вы хотите, как вы хотите использовать, то есть, из чего, допустим, в каких целях вы планируете использовать, как интенсивно вы планируете использовать, нужно ли вам полиуретан, нужно ли вам просто, например, может быть сделать из ПВХ материала, второй дно, чтобы было сменное. Вот. Что, в принципе, заметно ухудшит скольжение ватрушки по снегу, либо по льду. Вот. Соответственно, сколько вам надо ручек? Какие вам нужны ручки? Все ватрушки делаются строго однорымовые. По предварительному заказу можно поставить второй рым, перпендикат, по этому, скажем так, строго по диагонали, с другой стороны ватрушки, для, допустим, того, чтобы можно было к нему прицепить что-то. И то есть вероятность того, что он будет приклеен, а не вшит. То есть это потому, чтобы не было иллюзий, что-то таскать там со всех сторон. То есть вот таскать с одной стороны. То есть там, как это все дело расположено. Все. Так что вот такие вот дела. Заказы, как всегда, принимаются через почту. Почта 1серж23собакамail.ru. Пишите, обязательно отвечу. Заказы могут быть как для организаций, так и для частных физических лиц, любые формы оплаты, наличные, безналичные, без малейших проблем. Вот эти образцы, в принципе, изготовлены в качестве прототипов. Их прекрасным образом можно купить, если он вам понравился. То есть согласно его сметной расчетной стоимости на текущий момент. Так что вот, будет, как всегда, вопрос. И прием заказов производится через почту 1серж23собакамail.ru. Пишите, обязательно отвечу. А так, спасибо за внимание. До свидания.